Всем привет! Давней моей задумкой была постройка лесной походной бани. И вот наконец пришло то время, когда я решил проверить что у меня из этого получится. Место для постройки выбрал на берегу реки. Для бани я купил материалов на полторы тысячи рублей. Годи, скотч, утеплитель, конечно же ведро с ковшиком. Начинаю подготавливать место, расчищая его от всякого хлама. Затем начинаю выкладывать основание для будущей печки. Затем изготавливаю саму уже печь. Для начала нужно выложить топку. А потом уже накладываю вокруг нее и сверху маленькие камушки. Походная печка получилась вполне неплохой. А небольшой камень буду использовать вместо дверцы. И самое время испытать что у нас из этого получилось. Начинаю собирать бересту для розжига. Укладываю ее в печь, собираю маленький хворост для пробного розжига. Но нужно всегда предостерегаться пожаров. Я решил на всякий случай принести ведро воды. Ножа воды на 200 метров в гору оказалось нелегким занятием. Приступаю к первым испытаниям каменной печи. Я был очень доволен, что все отлично получилось. Немного посидев и послушав потрескивание огня, я приступаю к заготовке дров. А их понадобится очень много. Пришло время заняться каркасом будущей бани. Подобрав подходящую валежину, начинаю распиливать ее по размерам на столбики. Немного потрудившись пришло время и пообедать. Обед мой состоит из чудесной кильки. В томатном соусе и батону. Никогда не понимал, почему продукты на свежем воздухе становятся такими вкусными. Сижу и наслаждаюсь последними теплыми денечками, так как через несколько недель уже начнутся заморозки, а затем придет уже холодная зима. Выпив кружечку чая, я решил немного вздремнуть и отдохнуть на свежем воздухе. Немного покемарив, приступаю к дальнейшей работе. Обрубаю все сучки из бревен, чтобы они не порвали утеплитель. И прорубаю края бревен для более плотного прилегания. Приступаю к сборке каркаса. К тому времени все дрова уже кончились. Я заготовил новую партию, но в этот раз уже потолще. Самое время поставить греться воду и отправляюсь к дальнейшему строительству каркаса. Честно могу признаться, что при постройке этой бани я допустил много ошибок, которые в следующий раз постараюсь учесть. Первая моя ошибка заключалась в том, что я начал строить каркас не на месте, где будет стоять сама баня. Причем в дальнейшем очень пожалел. Устанавливаю раскосины и каркас готов. Вот и теперь я очень сильно намучился, когда ставил его на место. Вторая моя ошибка, это использование скотча для крепежа утеплителя, так как он не хотел держаться на бревнах. Немного помучившись, я все же закончил обшивку нашей чудесной лесной бани. Закрываю самые большие щели камнями и это третья моя ошибка, потому что нужно было строить на ровном участке леса. Ну и наконец-то пришло время испытания того, что у нас получилось. Печка топилась весь день до самого вечера и очень хорошо прогрелась. Когда я зашел вовнутрь, было намного теплее, чем на улице. А когда я поддал парку, стало вообще жарко. Но, к сожалению, быстро все улетучилось в щели и приходилось постоянно поддавать. Разогреть баню удалось только за 50 градусов. Но ничего не поделаешь, первый блин комом, как говорится, и не ошибается тот, кто ничего не делает. Немного подышав парком, я вышел на улицу выпить чашечку горячего чая. К тому времени уже начиналось смеркаться и я начал собираться домой. Вот такой получился видеоролик, в котором я наконец-таки попробовал построить походную баню. Надеюсь, вам было интересно понаблюдать и вы не допустите моих ошибок, если вдруг решите тоже сделать такую баньку. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.